Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Полупроводники лежат в основе многих аптэлектронных устройств, включая лазеры и свитодиоды. Инженеры давно хотели использовать йодит меди, пример галогенидного соединения, при создании полупроводников. Это соединение отлично проводит сигналы и стабилен при температуре вышекомнатной. Проблема в том, что трудно изготовить действительно тонкую пленку из йодида меди без примесей. Обычный метод предполагает нанесение пленки из раствора. Но процесс растворения не подходит для создания высококачественной тонкой пленки из йодида меди, объясняет Масаа Накамура из Центра изучения новых материалов Арай Кэйен, вместо этого Накамура и его сотрудники использовали альтернативный метод – молекулярно-лучевую эпитаксию, при которой пленка постепенно выращивается поверх подложки при повышенной температуре и в вакууме. Молекулярно-лучевая эпитаксия уже широко используется в производстве полупроводников. Однако этот метод трудно использовать для йодида меди. Дело в том, что этот материал очень летучий и легко испаряется во время процесса, а не оседает в виде пленки. Чтобы решить проблему, ученые попробовали вырастить пленку при более низкой температуре, а затем увеличить ее. Именно такой двухэтапный процесс оказался наиболее эффективным, отмечает автор исследования, чтобы улучшить качество пленки, ученые использовали в качестве подложки Арсенит Индия. Его структура похожа на решетку йодида меди. Это важно, ведь если шаг решетки не согласован, в материале образуется много дефектов, авторы разработки проверили частоту своего образца, используя спектроскопию фотолюминесценции. Этот метод включает стрельбу фотонами, или частицами света, на поверхности материала. Они поглощаются материалом, возбуждая его электроны до более высокого энергетического состояния и заставляя их испускать новые фотоны. Мониторинг излучаемого света позволил команде определить, что они создали монокристаллическую пленку без дефектов, читать далее исследователи впервые погрузились к самому глубоколежащему утонувшему кораблю создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, появилась беспроводная система, которая помогает парализованным. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.